Принято в таком виде, у нас есть все основания подать и признать ее незаконно. Принято вагу, чим відрізняються люди, которые орендуют места в магазине, которые платят 60, гривень 50, гривень оренду за квадратный метр, а хозяева ринка из людей беру 150, так я хотів, о, 250, я дякую, что вы подсказываете, жиночка, дякую вам. Тому я завжди выступал проти, підкреслюю, проти підняття налогів, але коли хозяин ринка, вы подивитесь на цього предпринимателя. Олег Владимирович, послушайте, послухайте, ну мы же про що кажемо? Про підняття налогів, мы проти підняття налогів, а я прошу вас, закликаю вас, ну не перебивайте меня, секундочку, ну не бейтесь терпения. Вислушайте, мы хотим вам дальше слово, вы же не запросили до микрофона? Ну давайте побалакаймо, вот жиночка каже, 250 гривень за квадратный метр, а я хочу, хочу звернути вашу увагу, ось, буквально, например, тут люди платят 60 гривень за квадратный метр, ну як бы мы дивитесь в очи нахабно так и кажете, что вы с цією женке останнюю шкуру сдираете? Вам не соромно, Олег Владимирович? Так я закликаю вас, будь ласка, припиніть це, припиніть, не прикривайтесь людьми, не прикривайтесь, а кажіть, людям скажіть, що оренду, оренду в два раза, в три раза зменшити треба з людей. Допоможіть людям вижити, а не до різних останню шкуру. Питання на вас, а хто є власником ринка? Власником ринка є, депутат Морозів власником ринка, депутат Мороз є, да, Олег Владимирович, директор ринка, депутат Мороз. Власник или директор ринка? Директор ринка, а власник ринка, народный депутат. Они директора, назначенные люди, они вынуждены это делать. Так я все-таки скажу и скажу, а треба, никто не заставляет их через эти дети. Женечка, послушайте, я жодного отношения до ринка не маю, але я закликав директора ринка не знущатись на людьми, не знущатись, Олег Владимирович, а ринку плату заробите, ну, ринку плату заробите в 2-3 раза меньше, допоможіть людям выжити зараз. Сколько недоплачу? Вот это называется разделяй и властвуй, то есть столкнуть лбами. Вот это перед вами выступал председатель земельной комиссии, который получил 18 гектаров на Масанах и в пассивное коррестувание. Даже аренду не платят. Сейчас говорят, детей кормить нечем, а они не платят аренду и хотят шкуру стянуть сват. Уважаемые предприниматели и акционеры Церниевского мясокомбината, что он делает с землей? Ему земля нужна. Там путя жили задорожные. А он выступает, какой он депутат, удар раз, удар крючка, за которым мы болеем душой. Какие-то депутаты, и можно верить этим депутатам. Люди добрые. И тут еще начинают предприниматели выступать, что предприниматели такие. Пускай он построил мясокомбинат, мы обработали 1300 человек, получали зарплату и хотели покупать товар, какой нам нужен. И благодарили людям, что они нам возят.